Всем привет! Канал Киберболл подготовил для вас свежий выпуск новостей, и в нем вас ждет очень много интересного. Сегодня мы расскажем о том, что же нам показали в первом официальном тизере к игре, поговорим о новых командах, которые появятся в FIFA 20, ну и конечно же расскажем о свежих сливах. И речь сейчас не о фруктах, а об интересных инсайдах. Жми на лайк, если уже ждешь выхода FIFA 21, и напиши в комментариях, на какой платформе играешь ты. Лично я пока рублюсь на PlayStation 4. Ах да, если ты до сих пор не подписан на Киберболл, то самое время сделать это. Как говорится, делай красную кнопочку серой. Если вы смотрите этот ролик в день его выхода, то уже завтра состоится перенесенное мероприятие EA Play, на котором нам покажут первый трейлер. И накануне мероприятия EA выкатила первый официальный тизер к FIFA 21. Ролик длится всего 6 секунд, но и из них можно почерпнуть ряд интересных деталей. Деталь первая это новый логотип игры. Теперь он выглядит так. И этот шрифт довольно непривычен, как для игр серии FIFA. Здесь же нас ждет надпись Feel Next Level. Почувствуй новый уровень. И логотипы консолей нового поколения. Это говорит о том, что на презентации и в первом трейлере основной акцент будет сделан на версиях игры для Next Gen. Эту информацию уже успели подтвердить ряд инсайдеров. Так что если вы планируете играть в FIFA 21 на ПК или на консолях старого поколения, то ничего свежего для себя в первом трейлере вы точно не увидите. Не стоит ждать от EA Play большого количества новой информации. Разработчики банально сняли все вопросы вот этим изображением. Здесь нам в лоб сообщают, что вся инфа по геймплею, карьере, волте, проклубам и Ultimate Team будет доступна только в августе. Так что чего-то интересного и информативного от трейлера ждать не стоит. Просто полюбуемся работой монтажеров и дизайнеров и разойдемся. Но инсайдеры, конечно же, не могли нас оставить без свежих сливов и поделились инфой о том, каких изменений стоит ждать в игре. Предупреждаем, что до официального подтверждения ко всему этому нужно относиться исключительно как к слухам. Итак, в Ultimate Team ожидается возвращение ежедневных турниров. Также должна вернуться опция обмена карточками. Она якобы будет доступна только для дубликатов карточек. В режиме Волта появится возможность играть против друзей в онлайне. В карьерке и в Ultimate Team ожидается редактор форм и эмблем. Каждый пользователь может создать для своей команды в онлайн-режимах свою уникальную форму и эмблему. Вот такими основными четырьмя моментами делятся ряд источников. Электроники увели у своих конкурентов из Konami эксклюзивного партнера. Да, чаще приходится слышать обратные новости, но ситуация приняла и такой оборот. В FIFA 21 ожидается появление в качестве эксклюзивного партнера Boki Huniors. Напомним, клуб в последних частях был представлен в игре реальными футболистами, но вымышленной формой и эмблемой. И назывался Буэнос-Айрес. Контракт Boki с Konami истекает в этом году. И EA подсуетились и переманили клуб к себе. В FIFA 21 ожидается появление Boki в лицензированном виде, вместе со стадионом клуба и большим количеством реальных лиц. Аргентинские СМИ уверяют, что это соглашение будет носить эксклюзивный характер. И в PES 21 придется использовать для Boki вымышленные формы и названия. С имиджевой точки зрения это достаточно сильный ход от EA, так как большинство аудитории PES сосредоточено в Южной Америке. А Boka один из самых популярных клубов на континенте. Так что масштаб трагедии для Konami можно сопоставить с превращением Ювентуса в Пьемонте Кальчо. Хотя все же поклонники Pro Evolution более лояльны к нелицензированным клубам. И привыкли и так все фиксить патчами. Ну а патчмейкерам несложно будет запилить еще плюс одну новую форму. Поговорим немного и о новых клубах в FIFA 21. Здесь уже речь не столько о решениях разработчиков, сколько о том, кого они вынуждены будут добавить в игру по итогам повышения команд в классе. В Италии в серию B вышли Монца, Реджина и Виченца. Особенно привлекательно для режима карьеры смотрятся первые два клуба. Монца – это проект Адриано Галлиани и Сильвио Берлускони, стоявших у руля Милана. Команда впервые поднялась в серию B и туда уже пытаются заманить Златана. Реджина – видный в прошлом боец серии А, переживший перерождение. Сейчас там играет падший вундеркинд Хошим Мастур, а этим летом к клубу присоединился Жереми Менес. Повышение в английскую Лигу 2 обеспечил себе клуб Барроу. И эта команда будет одной из беднейших и одной из самых слабых в FIFA 21. Еще один новый клуб мы увидим в Мексике. Команда Морелия меняет свое место прописки и устраивает полный ребрендинг. Теперь клуб будет носить название Мазатлан. По мере официального выхода тех или иных команд в лиге, которые будут в FIFA 21, мы будем знакомить вас с этими клубами. А на сегодня новостей больше нет. Всем спасибо за просмотр и до скорого!